В Санновском лесу. Избили до беспамятства и еще живым утопили в колодце. В селе Княгиневка идет суд над убийцами молодого парня. И чем ближе день оглашения приговора, тем больше за исход процесса переживают местные жители. Их беспокоит вероятность того, что зачинщик жестокого убийства может выйти на свободу. Односельчане направили в суд обращение с требованием высшей меры для главного обвиняемого. На стене брошенного дома, где убивали Евгения Шандыбина, кто-то нацарапал. Опасно для жизни. Вот это кровь на досках. Я же говорю, я не знаю, это Полуновского или Шандыбина. Следствие вело, когда били. Сына Людмилы Шандыбиной сначала избили, а потом еще живого утопили в колодце и забросали камнями. Да, во дворе этого дома было. А вниз, по наклону, там колодец. Милиция отказала матери в поисках сына. Погибшего на третий день после исчезновения нашли соседи. Мы позвонили милиции. Милиция, правда, мне сказала, что нет бензина. Мы не можем приехать. Ищите его сами. Ну, можно сказать, жители всего поселка искали сами. Жень Квуд нашел его. Тараненко Анатолий Иванович. Спасибо ему. Он помогал его и доставать. Убийц было двое, рассказывают селяне перед очередным заседанием суда. О зачинщике говорят, что он известный в Княгиневке хулиган. 25-летний Александр Мельник жил за счет матери, которая работает в Москве. Развлекался парень мелким воровством в компании друзей. Любил выпить и подраться. Мельник у нас чувствовал себя Богом. Он всех людей старался запугать. Вот, чтобы люди его все боялись. Вот, поэтому он так... Он не избивал сильных. Он только трогал слабо. Или кто пьян, или кто это самое... Он постоянно всех терроризировал. Всех людей на поселке терроризировал. Это было просто невыносимо. Я считаю, что это результат безнаказанности. Никакого там ни заболевания, ничего, что хотят ему вменить психическое заболевание. Это просто результат безнаказанности. Милиция оправдывается. Дескать, делали все от них зависящее. И правонарушитель Мельник был на заметке. Привлекался к административной ответственности. Также было уголовное дело в отношении него. Дали ему условную меру наказания за умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений. Ну, на путь исправления не стал. Опасаясь, что наказание для зачинщиков убийства Евгения Шандыбина будет слишком мягким, жители Княгиневки подписали на сходе обращение к суду. Селяне поддерживают мать погибшего и требуют пожизненного заключения для Александра Мельника. Мы высказали сегодня мнение, что в прениях в суде о том, что преступник должен понести наказание в виде пожизненного заключения. Соучастник убийства Александр Крюков в содеянном раскаивается. Я не оправдываю ему защитного. То есть он сам признает, что совершил. Ну, просто я считаю, что суд учтет то, что он находился под влиянием второго своего подельника. Зачинщик жестокого убийства отказался выходить в зал суда, пока не уедет телевидение. И его адвокат избегал встречи с журналистами. Но ранее на процессе Александр Мельник неоднократно заявлял, что о содеянном не жалеет. Олег Притыкин, Наталья Трофимова, телеканал «Донбасс».